Воскресная метель в Саранске начала заносить улицы во второй половине дня. На улицы отчитались в мэрии коммунальщики, спецтехника вышла сразу. Вечером убирали центральные магистрали, ночью пешеходные тротуары. Всего работали 144 единицы техники и почти 200 человек с лопатами. Это не считая дворов. Это то, что осталось от вчерашней уборки на обочинах городских дорог. С утра с угроба убирали тракторы, а там, где не получалось, дворники разбивали лопатами, сгружали в ковш снежные глыбы. В этом году, чтобы проделать такую работу, власти города несколько раз ограничивали парковку вдоль проезжих улиц. Благодаря таким мерам удалось значительно расширить дороги и освободить заваленные снегопадами парковки. То, что получилось у муниципальных предприятий, с трудом повторяют во дворах жилых домов. У домоуправления нет столько техники, а у дворников не хватает лошадиных сил. Поэтому самыми проблемами участками всегда получаются дворы жилых домов. Петр Тултаев призвал руководителей районов и домоуправлений не приукрашивать ситуацию в угоду положительным отчетам. Чтобы не получалось, что снежных завалов нет, а жалобы есть. Тут не без греха, прямо скажем, и приукрашивать картинку не стоит. Как есть. В принципе, по большому счету, мы знали, что и видим, что метель, значит, они должны были встать все в ружье. Все. А не сегодня, Александр Александрович, вы говорите, вот с утра. С утра уже должны быть тротуары, как и везде, и дороги, неважно магистральные, или внутриквартиральные, должны быть почищены. Еще одна тема, которой Петр Тултаев уделил особое внимание, это расчистка школьных территорий от снега. Городоначальник предложил привлекать к этой работе старшеклассников. Хотя согласился с тем, что вопрос очень непростой, администрация учебных заведений не имеет права заставлять детей убираться. Зато очевидно, что трудотерапии на свежем воздухе воспитает у подрастающего поколения уважение и к своему труду, и к чужому. Да мы же не говорим о постоянной работе, просто вместо физкультуры для пользы дела. Труд пока никого не испортил. Это всего лишь пожелание градоначальника прислушиваться к нему или нет, будут решать сами школы. Но впереди еще как минимум полтора месяца напряженной работы со снегом. Так что никому, особенно коммунальным службам города, расслабляться нельзя. И мэрия за этим будет следить зорко. Людмила Кусерова, Константин Соколов. Наши новости.